Здравствуйте, дорогие партнеры и гости сегодняшнего презентации. Сегодня пойдет речь о новом направлении, но, так сказать, уже не совсем новом, но все же о очень интересном, прибыльном и привлекательном для всех, как для инвесторов, так и для обычных людей. Сегодня будем говорить о мессенджерах. Вообще рынок мессенджеров очень интересный, он очень много сподвигает людей делать что-то очень нового, что-то интересного и достаточно неординарного. Цель нашего проекта – это создать мессенджер премиум-класса с очень интересными инструментами, сделать его очень привлекательным, привлечь к нему много народу и продать его. В принципе, суть вся этого проекта в этом и заключается. Ну, возьмем, к примеру, 2014-2014 год. Тогда состоялись две крупные сделки – это Viber и WhatsApp. Viber был продан за 900 миллионов долларов, а WhatsApp был продан за 22 миллиарда. Ну, вот, наверное, такими крупными сделками рынок IT-технологий, рынок мессенджеров тогда открыл дорогу другим компаниям и, в принципе, показал, что это можно очень хорошо зарабатывать и заработать могут на этом все. Очень интересно, я вам скажу, вот я, наверное, сделал вот такую небольшую реманку, так сказать, а поговорим чуть-чуть о Viber. Viber, в принципе, создавала уже на тот момент более-менее успешная компания, они уже продавали, они уже сделали какие-то приложения, ну, не такого масштаба, конечно. В принципе, был Viber создан и требовались небольшие инвестиции на тот момент – это около миллиона долларов. Инвестор, конечно же, нашелся, вложил в Viber деньги, но его было одно из основных, главных условий – это 90% прибыли инвестор заберет себе. Соответственно, Viber был продан за 900 миллионов долларов и 810 миллионов забрал себе тот инвестор. Представляете, какова была большая доходность, то есть, если провести нехитрые подсчеты, то это составило 81 тысячу процентов доходности в вложении в приложение Viber. WhatsApp в том году дал около 50 тысяч процентов. Мы потом обязательно вернемся с вами к этим цифрам и поговорим. Но, чтобы вы понимали, рынок этот сейчас очень прибыльный, очень высокодоходный, и на этом рынке был большой спрос на хорошие и перспективные продукты. Ну, вот, да, такая есть история с доходностью 240 тысяч процентов. Компания, вернее, не компания, а двое школьников создали приложение Snapchat. Его суть очень проста. Один из получателей может выставить, вернее, один из абонентов участников чата может выставить стирание сообщений. То есть, после прочтения сообщения стираются. Все, больше в этом приложении, мессенджер, ничего нового не было. Но тот момент сейчас, конечно, очень много разных функций. И вот с этой идеей они вышли, так сказать, на рынок. Искали инвесторов, искали, где бы можно было найти, чтобы в них вложили деньги. Конечно, первая, кто в них поверил, это их школа. Она тогда инвестировала в них 15 тысяч долларов. Ну, это на разработку, на серверную часть этого приложения. Сейчас стоимость 2-3 вот этих 15 тысяч, тогда, когда это вложено в 2012 году, составляет 24 миллиона долларов. То есть, если посчитать это в процентном соотношении, доходность составила 240 тысяч процентов. Здесь просто, ну, я скажу, она беспрецедентная. Ну, вот таким, я бы хотел подчеркнуть моментом, что бывают и такие доходности, причем вполне законные. Никто при таких доходностях не теряет деньги. Все только выигрывают. Наверное, у вас, как гостей, есть вопрос. А почему мы вдруг решили, что вдруг мы такие, вот, какие-то прям отличительные и можем продать приложения? Мы не должны чем-то конкретно, прямо так сказать, перегонять конкурентов. Ну, конечно же, первое и самое, наверное, важное на данный момент, это разработчики нашего мессенджера. Наш мессенджер Jump4Me. Это разработчики Вайбера. На самом деле, это очень серьезная компания. Даже на мировой арене она имеет очень серьезный вес. Крупные сделки, о которых, возможно, вы слышали. Вайбер, вот, кстати, Вайбер, это создатели 7 месяцев. Они его создали, они его и продавали. В 2016 году они продали приложение Playtica. По сути, это приложение казино с казуальными играми. И, в принципе, там ничего не было очень социально полезного. Ну, вот, они умеют делать приложения, умеют их продавать. Сейчас они занимаются разработками конкретно нашего приложения. Ну, вообще, в принципе, кто такие Синезис? Если посмотреть на сайт синезис.ру, они обслуживают, так сказать, компании, ведомства. Если обратите внимание, левый первый герб, да, российский. Это Министерство обороны Российской Федерации. Они обеспечивают безопасностью центральное здание управления разными, там, в общем, их управлениями Министерства обороны. Они обеспечивают безопасностью московский метрополитен и видеонаблюдением. Московский метрополитен – это самое сложное, кстати. В мире инфраструктура не самый большой метрополитен, но очень сложный, так как имеют очень много уровней. Ну, как вы здесь, наверное, заметили, обслуживают компании Биллайя, Мвидео. То есть, это IT-компания, которая развивает другие IT-компании, помогает внедрять свои технологии. Синезис.ру это головной офис этой компании, с которым мы непосредственно сотрудничаем, непосредственно там творятся все чудеса с нашим месседжером. Как вы здесь, наверное, тоже заметили. Первые два крупных клиента – это IBM. Это вообще компания-легенда IBM. Это они первые начали, в принципе, эти первые отказали, и Microsoft вместе с ними сотрудничать. Но это первая компания, которая начала выпускать персональные компьютеры в мире, в очень больших промышленном масштабе. Ну, Яндекс для вас, я для всех знаком, это целая корпорация, наверное, уже Яндекс, ее можно называть, является крупным IT-игроком на международной арене. Второй ряд, как вы видите, это были успешные проекты, которые были созданы и проданы, которые в действующий момент имеют очень большую популярность на мире. Также на этом же сайте, синидзис.бай, можете посмотреть сейчас существующие и стартапы, с которыми они сейчас непосредственно сотрудничают. Как вы видите, в центре мы находимся, Джампуни, и можете увидеть, что вот есть мы там, и мы с ними вполне сотрудничаем очень крепко. В 17-м ноября наш проект начал греметь, так как уже выпустился продукт достаточно новый, интересный. Люди начали нас замечать, начали скачивать, начали работать первые рекламные кампании. И, в принципе, мы стали очень... У нас появилась очень большая аудитория наших поклонников, ну, пользователей, так сказать. И, конечно же, Google это заметил. Google вообще очень такой, я скажу, внимательный такой партнер, который следит за всем, что происходит в его сервисах. А мы показали тогда, я бы сказал, шокирующий результат. Мы слишком много показали скачиваний, настоящих скачиваний живых, там не было никаких накруток. Все было замечательно, и Google спросил вас, как вы это сделали, как это вообще возможно, по какой технологии вы продвигаете свои мессенджеры. Когда все было раскрыто, как мы видим Google, а после того, что мы стали их премьер-партнером. Наши интересы представляет компания UTC. Это тоже легко проверяется на партнерке страницы Google, где можно увидеть, что мы там есть как партнеры. Сейчас нас уже более 5 миллионов человек, уже более 60 стран мира, она знает, уже пользуется, ну, очень популярно в Юго-Восточной Азии. Сейчас рынок шагает туда, Индия, Индонезия, Япония, Вьетнам. То есть сейчас там набирает джентльник, очень такие большие, большие группы людей, и обтеняет это приложение. Ну, наверное, и второе, одно, так сказать, самое важное, да, разработчики, это одно. Второе бы хотелось отметить, это все-таки премиум инструментарий. То, что будет у нас, чего не будет у других. Все, что есть в обычных мессенджерах, передача данных голосом, видео, текстом, конечно же, это все у нас присутствует. То есть все обычные функции мессенджера присутствуют и у нас, но у нас есть и отдельно очень интересный функционал. Это полная безопасность переписки. Чем она условлена? Сквозным цифрованием, цифрованием очень жестким и пока что еще не взломанным, слава богу, да. И это является сейчас одной из главных принципов вообще практически любого мессенджера безопасности и анонимности. Никто бы не хотел, чтобы раскрывали их личные переписки, даже которые не имеют особо никакой важности, но никто бы не хотел быть открытым. не своевольно. А конференц-коллы до 64 человек, а на самом деле пока нет таких мессенджеров, ну, по крайней мере, бесплатных, где можно было бы объединить 64 человек и провести аудиоконференцию. Ну, групповые, пабли, чаты без ограничения количества. То есть там может быть любое количество пользователей. возможность редактирования сообщений в течение 24 часов после отправки. Ну, и, конечно же, существенная экономия заряда батареи. Сейчас уже, кстати, подключены видеозвонки, видеочаты. А видеочаты еще готовятся, конечно же. Ну, наверное, самое важное, я говорю, если это очень интересное, это все же нас начали оценивать, то есть были определенные требования, чтобы мы проходили оценку. В июне 2017 года у нас оценила мальтийская компания, которая оценила на 47 миллионов долларов. Буквально через 3 месяца была вторая аудиторская проверка, а латвийская компания проводила эту проверку мы стоили 87 миллионов долларов. Ну, как бы такой скачок, я вам скажу, очень существенный. Причем за этот период времени не было больших технологических проблем и обновлений самого мессенджера. Было только увеличение наших пользователей нашего приложения. Только из-за этого мы выросли так в цене. На данный момент сейчас проходят аудиты, скоро будут выпущены более, так сказать, свежие аудиторские проверки. Эти документы, кстати, выделены, которые здесь есть. Они у нас в открытом доступе. Вы можете зайти посмотреть на сайт jumpfrominvestment.eu и посмотреть эти документы. То есть там описаны компании, которые это все проводили и эти цены, цифры все, конечно, там указаны. Ну, вот и поговорим о новых сервисах. Тогда, которые будут встроены в сам мессенджер, ну, естественно, они еще и будут работать. Они имеют интеграцию в нашем сервисе и могут развиваться так, как самостоятельно, так же так и с самим мессенджером. Marketplace – это торговая площадка, которая работает на платформе, на бот-платформе, которая позволяет регистрировать магазины с любым объемом данных, с любым количеством наименований товаров и услуг совершенно бесплатно абсолютно для любой компании. То есть мы привлекаем любые компании, которые занимаются торговлей, чтобы повысить их товарооборот, их прибыль. Мы это можем делать для них бесплатно. Бесплатность обеспечивает технологию блокчейн, которая делает очень безопасный этот торговый сервис, быстрый и, опять же, очень малозатратный. Блокчейн-платформа – все это будет работать на блокчейн-платформе. Это совершенно новая технология, которую разрабатывает сейчас один из крупнейших разработчиков в мире. То есть он готовит полностью все решения под все сервисы именно на технологии блокчейн. Конечно же, у нас будет кэшбэк-сервис, который уже, в принципе, очень хорошо работает. У него уже более 1400 магазинов по странам СНГ. И идет большой, много переговоров о том, чтобы отключать в магазины в других странах. Так как сервис у нас международный, и кэшбэк будет работать не только в странах СНГ, а вообще во всем мире. Причем я лично сам уже делал покупки через кэшбэк-сервис. Деньги приходят, все получается. И достаточно много уже на данный момент у нас есть пользователей, которые используют кэшбэк-сервис, причем уже умеют на нем зарабатывать. Там еще есть и реферальная программа готовится, поэтому людям, которые много покупают, и у которых окружает такое же окружение, могут еще на этом зарабатывать, не применяя своих каких-то определенных усилий и больших затрат. Очень интересный сервис, и мне бы хотелось на них поговорить более подробно. Это криптосигналы. Это маркетинговое название Richland. Суть такова этого сервиса. Я начну немного предысторию о трейдерах, то есть что такое трейдеры, и в принципе, чем они занимаются. Ну, очень коротко постараюсь для вас это донести. Трейдеры занимаются покупкой ценных бумаг или каких-то валют при росте или падении. Спекулируя на этом, зарабатывают деньги. Но 99% времени любого трейдера занимает работа аналитическая работа. Есть технический анализ, есть политический, геополитический анализ, новостной анализ. Все это нужно постоянно держать руку на пульсе, на всем этом. Если где-то что-то упустил, значит, не учен какой-то фактор, а рост той или иной валюты может пойти не по твоим прогнозам, и ты потеряешь огромные деньги. На самом деле, работа это интересная только для очень узкого круга людей, у кого есть такие качества, как усидчивость, очень быстрое мышление, логика, интеллект очень высокий. И да, эта профессия сейчас самая, наверное, высокооплачиваемая в мире. Трейдеры зарабатывают огромные деньги, но и теряют очень большие деньги. Наверное, наверняка, слышали много раз, как на Ул-Стрит, видели ли, сколько там погибает людей и самоубийство прямо в мегетаризации. То есть работа такая не интеллект, но достаточно высокооплачиваемая. Так вот, наш сервис выключает из работы трейдера 99% вот этого времени на аналитику. Этим занимаются профессиональные люди, которые мы там зарабатывают. А в нашем случае это получается выглядеть так. К нам в месседжерджерпу не приходят сообщения с тремя или четырьмя цифрами. Первая цифра, первый день текста это говорит о том, с какой валютой мы сейчас будем работать. Первая цифра это по какой цене будем закупаться и вторая цифра по какой цене будем продаваться. Все, пожалуйста, налетить больше никому не надо. Профессионалам это интересно, чтобы подтверждать свои сделки, которые они прогнозируют. и они там делают очень большие, так сказать, открывают табдера и зарабатывают большие деньги. Ну, это, так сказать, для уверенности в их выборе. Для новичков это важно научиться, как торговать, торговать без потерь, без больших потерь и начать заходить на серьезные рынки, кто этим хочет заниматься. И третья, наверное, третья категория людей здесь вы, третью категорию людей попадают вообще практически все люди. Научиться торговать по сигналам Ричлэнда очень просто. Я бы, наверное, выразился сложнее, наверное, научиться вязать или жить мужчине. Я вот, даже и женщине, которые этим не умеют делать. Легче это делать, я уже это показал, показал партнерам в Тюмени. В принципе, все очень хорошо понимают и мы уже начали на этом торговать. То есть, это может занимать буквально 15-20 минут в день, прибыли могут быть достаточно высокими. Скажу сухие цифры, доходность этого проекта составляет 20% в день от вашего депозита. Депозит будет выбираться вами самими лично. И попадание сигналов 93% попадания. Это очень высокий достаточно процент. В принципе, на этом все. Это один из инструментов, на которых можно зарабатывать очень много честных денег. есть криптообменники Crypto Exchange Service. Сервис позволяет производить криптообмен, обмен криптовалютой между обычной валютой буквально вот на лиду. То есть, по сути, мы можем, расплачиваясь картой в магазине, пластиковой картой, там, за одежду, за электронику, мы можем расплачиваться криптовалютой, биткоинами или эфиром. То есть, достаточно быстро, то есть, прямо сразу, как говорится, на лиду. Эта технология тоже очень новая, пока что еще таких. На мой, ну, мне не попадались, мы очень часто, мы смотрим и мониторим рынок конкурентов, пока с таким инструментом даже близко пока не предвидится. Ну, и, наверное, Digital Bank, а сейчас мы его уже называем Smart Wallet в периоде, как умный кошелек. Это вот кошелек, который будет объединять все предыдущие названные платформы. То есть, Market Space, да, в котором можно торговать любыми товарами, услугами, привязать туда свой счет, вести свою бухгалтерию там. Криптосигналы позволяют менять криптовалюту на ваши фиатные деньги, той страны, в которой вы живете, и вообще позволять, то есть, обновлечивать деньги с заработанными тобой на криптосигналах. Ну, и, конечно же, позволяют, обеспечивают работу криптообменниками, и фиатных обменников в нашей платформе. То есть, по сути, это даже уже не совсем выглядит как приложение, а имеет такую, я бы назвал его, экосистемой. Здесь уже много включено разных проектов. Разные проекты объединены одной целью, и, в принципе, сама идея уже воплотилась, то, что мы мечтали, о чем мы хотели, о чем мы мечтали, это уже воплотилось, это уже есть, это уже, в принципе, нельзя остановить. Ну, конечно же, вопрос новичков очень прост, наверное, самый главный. А нам-то здесь что делать, что мы-то здесь забыли такого, что для нас-то что-то может быть чем полезным. Я вам сейчас покажу очень простую табличку. Мы предлагаем, как я начал в самом начале, стать совладельцем этого приложения, инвестировать в него, купить его доли. После продажи этого приложения заработать на разницу стоимости акций. На сегодняшний день мы продаем пакеты, они называются, ну, мы продаем пакеты, мы продаем акции по одной штучке. Ну, у нас есть пакеты, например, в которые входят две акции стоимостью 10 тысяч рублей. По окончанию проекта стоимость этих акций будет стоить 420 тысяч. Ну, я об этих пакетах говорю очень редко, они нужны как дополнительные, если бы сейчас обратили внимание, если сделать три начальных пакета, их стоимость становится, выглядит как пакет продвинутый бизнес. То есть, таким образом, можно раскачать пакет до инвеста 1. Это, наверное, самый выгодный сейчас пакет и самый популярный в нашей компании. Стоимость всего 240 тысяч, в пакет ходит 54 акции, стоимость после продажи этих акций 11 миллионов 400 тысяч. Вычитаем отсюда наш подоходный налог 13%, и вот они, наши 10 миллионов. Я бы сказал, многие люди могут у людей в эти цифры сказать, это очередная, может быть, пирамида или там хайер, как это еще иногда любят называть, но это люди, которые, в принципе, не разобрались, в чем в этом предложении и не посмотрели. Ну, я их называю наше доходность, если вы посчитали, составляет всего, ну, в среднем, там очень округло, 5000 процентов, там 4 800 тысяч, 4 900 тысяч, при, да-да-да, при покупке других пакетов. То есть, наша доходность составляет 5000 процентов. Как вы помните, вначале я проговорил про Viber, который дал доходность 90-80 тысячу процентов, Snapchat 240 тысячу процентов, WhatsApp 50 тысяч процентов. Мы ставим цели более, я скажу, дообразименные, потому что это были первые проекты, они были, так сказать, ну, самые-самые первые, это были авангард эти технологии. Сейчас, конечно же, мы входим не в самом, сказать так, пике, но на самом таком пригорке, высоком. И, соответственно, на нашу доходность составляет 5000 процентов, поэтому ее боятся даже, я бы сказал, это мало, 25 тысяч процентов. Мы, если честно, ожидаем более-больших процентов и больших доходов. В принципе, мое предложение на этом окончено, моя презентация окончена, я хотел бы подвести итоги. Сейчас мы предлагаем вам инвестировать в наш проект с указанными ценами здесь, в ваших мониторах. Почему он выстроит, почему он будет работать? Первое, это крупнейшие партнеры нашей компании, это как Синезис, это один из лучших разработчиков в мире программного обеспечения безопасности и так же в новых технологиях. Мы являемся, второе, мы являемся премьер-партнерами Google, которые занимаются нашей рекламой в интернете и продвижением нашего мессенджера в других регионах. Ну и третье, наш мессенджер наполняется уже работающими потенциально очень перспективными проектами, такими как Richland, как Cashback. И все это в сторону объединено в одну большую, не большую, очень компактную и обширную, я бы так сказал, небольшую экосистему Gem4Me. Наверное, многих вопрос смущает или, наверное, есть. А когда все произойдет, тогда же будет стук продажи, это же очень важно для каждого инвестора, надо понимать, когда я получу свои инвестиции. Продажа, конечно же, произойдет, произойдет. Мы надеемся, что она произойдет в этом году, очень на это надеемся, и все планы, которые идут по заложенным имаме, они ведут к тому, что мы продадимся в этом году. Ну, либо начало, квартал 2019 года. Ну, для того, чтобы мы начали продавать, нас начали, так сказать, покупать, нам нужно показать примерно 30 миллионов обскачивание, примерно эти цифры очень такие примерные, поэтому мы находимся буквально в двух шагах от сбытия наших мечт, вот поэтому я думаю, что новым инвесторам будет очень интересно здесь присутствовать. На этом все, я думаю, что я смог сегодня донести до вас все, что хотел. Обязательно обращайтесь за вопросами к своим людям, которые вас сюда пригласили и всего доброго, до свидания.